Здравствуйте, Ариэль! Добрый день! Сегодня у нас с вами 18 октября 2023 года, довольно знаменательный день, который подтащит за собой события, важные для всего нашего мира. В Китае собрались лидеры одного направления, в Иерусалим, в Израиль приехали лидеры другого направления, то есть они разделились на два антагонистических лагеря, которые затевают большую мировую войну между собой. Что вы знаете и что хотели бы рассказать нашим слушателям на тему Китай, Соединенные Штаты, Иерусалим? Да, значит, вот очень, кстати, интересно, что мы об этом говорили вот ровно вчера, мы об этом говорили, и это сегодня буквально имело подтверждение уже после нашего разговора вчера, естественно, и сегодня уже после нашей записи произошло ровно то, что мы сказали. Мир фактически разделился на два макро-таких лагеря, в одном – это страны Востока и Юга, которые приехали в полном составе практически, приехали в Пекин навстречу, навстречу, которую пригласил император Си. Значит, формальный повод – это обсуждение великого плана Китая «Единый пояс, единый путь». Плану этому уже порядка 10-12 лет. Его впервые озвучили еще раньше, но реализовываться его начали реализовать в 2013 году. И это стратегический план Китая на ближайшие вот эти 25 лет, то есть 10 лет уже прошло, еще порядка 15 лет. В рамках этого плана Китай в мягкой форме планировал прежде всего с помощью экономики и политики захватить контроль и стать фактически новым патриархом мировой геополитики, более мягким, чем Соединенные Штаты Америки были последние 50 лет, но при этом его удушья, как анаконды, как у удава, они гораздо более крепкие, потому что Китай внедряется основательно и во все сферы, то есть он завоевывает абсолютно все сферы и начинает доминировать не только в политике и в финансах, как это делали Соединенные Штаты, но и даже в бытовом потреблении, начиная от пылесосов и заканчивая ракетами. Поэтому Китай в этом плане, конечно же, для западного мира, для людей из, скажем, демократических стран, которые привыкли к неким формам демократии, пусть даже и не оптимальной, но все равно к демократии, Китай вызывать должен только тревогу, потому что Китай строит цифровой концлагерь, и мы это видим, и мы бы не хотели никто жить в цифровом концлагере Китая по той модели, которую мы наблюдали во время ковида, когда люди буквально сидели арестованные по своим домам и не имели никакого права выходить на улицу, все было очень жестко, все передвижения контролировались, и только со специальными электронными разрешениями, билетами. И тем не менее большинство стран мира поддерживают именно такой выбор. И тут важно понять, что это за выбор. Это выбор, который освобождает от воли. Когда за тебя решает партия, правительство, электронные какие-то системы, это отказ от собственной воли. То есть люди добровольно отдают свою свободу и свою волю, и подчиняют себя воле, навязанной тем архисуществом, архисистемой, которая их контролирует. И вот таким образом мы видим мир, который разделяется на две части. Люди, которые готовы пожертвовать своими свободами, своей волей и своими правами, естественно, в этом же ракурсе. И теми странами, которые наоборот уходят в тотальную такую вседозволенность. То есть это гипергуманизм, который как бы все ради человека, все вокруг личности. Это западный мир, который разваливается. Ну мы видим, да, от религии они отошли фактически. Тем не менее, мы видим сейчас противостояние Иерусалима, куда приехали вот западные политики, прежде всего США, причем в полном составе, госсекретарь, министр обороны и сам президент. И все это в рамках одной недели. Такого исторически не было нигде в мире и никогда. Чтобы президент США, госсекретарь и министр обороны все приехали вместе в одну страну, далеко не первого уровня. Да, Израиль все-таки это близкий друг США, но это не страна какая-то стратегическая. Единственное, что у него есть то, чего нет у других стран, это центр духовности. Вот этот религиозный духовный центр, коим является Иерусалим. И с другой стороны есть Вавилон. Да, есть вот этот Пекин, который олицетворяет вот эту антидуховность Вавилона. И в Библии так и сказано, что вавилонская блудница, которая напоила народы дарами, то есть дешевыми китайскими товарами, которые заполонили весь мир. И вот Китай и Пекин на себя примеряют вот эту плащаницу вот этой вавилонской блудницы верхом на зверя. А зверь – это Россия. Вот этот дикий, холодный зверь, злой медведь, наполовину этот северный барс, наполовину медведь. И дракон верхом на нем замечается. Вот Россия с Китаем против Иерусалима. То есть вот эта ось, я не буду ее называть ось зла, но хотя она в какой-то мере – это ось зла. Это Москва, Пекин, Тегеран. Вот это и есть ось зла, которая противостоит Иерусалиму. Они отказались принимать Израиль, они отказались принимать Израиль в качестве духовного наследника Бога на земле. То есть Израиль вообще переводится, его предназначение, скажем так, по самой Торе – это народ священников. Они должны служить Богу и фактически ничем другим больше не заниматься. Ни экономикой, ни финансами в том числе. То есть Израиль не должен заниматься этим. Он пока этим занимается вынужденно, пока нету третьего храма. Когда появится третий храм, Израиль должен будет заниматься только духовными аспектами. Служению Богу от имени всех народов земли. И вот сегодня мы видим, как определенные народы не принимают вот это повеление Бога, и они от этого отказываются. То есть само население говорит, оно протестует и говорит, мы не хотим собственную волю, мы не хотим собственную свободу, мы хотим, чтобы за нас решала партия искусственный интеллект, мы готовы ему подчиниться за тарелку риса. Ну, условную тарелку риса. Мы хотим айфоны или там китайские Xiaomi, мы хотим китайскую одежду дешевую, китайские автомобили, китайские кофемолки и так далее. То есть вот это духовный выбор. Вот это то, что важно происходит. И с другой стороны в Иерусалим приезжают представители. Вчера был канцлер Германии, Макрон должен сегодня приехать, президент США, фактически делегации со всех стран, они наоборот устремляют взор на Иерусалим. И, кстати, арабская умма, арабская вот эта вот элкумена, потому что они тоже там есть суниты, шииты, внутри сунитов есть разные немножко течения и разные народы. Но тем не менее, вот как раз таки арабы, мусульмане, они устремляют свой взор не в Пекин, а в Иерусалим. Для них важнее то, что происходит здесь, в Израиле, чем то, что происходит в Пекине. Единственные, кто выбывает вот из этой картинки, это Саудовская Аравия и Катор, которые ориентируются больше, как мы сказали, это Тегеран, это ближе вот к этой оси зла. Москва, Саудовская Аравия, Пекин, Тегеран, они как бы вот там, хотя Саудовская Аравия – это суниты, тем не менее, они выбрали, они сделали свой выбор в пользу Китая и России. И с точки зрения экономики, может быть, геополитики, они, кстати, правы. Ну вот если логий над мыслью, но с точки зрения божественного пути, они, естественно, не правы, поэтому Мекка и Медина могут от этого сильно пострадать. Те же, кто устремят свой взор в Иерусалим, эти страны, они сохранятся. Те, кто не будут сильно противостоять Иерусалиму или хотя бы займут нейтралитет, и уж тем более те, кто будут помогать и будут солидарны с Израилем, те в Армагеддоне относительно выйдут без потерь. И вот это сейчас очень важный момент, когда происходит разделение зерен и плевел. Потому что невозможно сказать, что Израиль – это не божественное государство, потому что вся Библия, все пророчества все равно завязаны на Израиль. Поэтому отменить Израиль невозможно абсолютно. И те, кто его отменяют, они фактически отменяют Бога. И, естественно, они заплатят высокую цену. Российская власть осознанно выбрала, это очень важно понимать всем нашим россиянам, что российская власть осознанно выбрала сатану. И именно поэтому МЧС заказала 80 миллионов гробов. То, что мы тоже обсуждали, что российская власть, она готова пожертвовать двумя третьими населения своей страны. Они, вот эти люди, не нужны российской власти. Им нужны ресурсы, чтобы после войны продолжать торговать с Западом или с Китаем, а лучше и с теми, и с другими, и жить как бы вот такой жизнью, в которой они привыкли. Но для этого 80-90 миллионов населения России им не нужны. И даже если говорить, что сегодня в России всего 90 миллионов, ну так они уничтожат 70 или 65 и оставят себе вот эти 20-30 миллионов, которые будут обслуживать трубы «Газпрома», трубы «Роснефти», там алюминиевые заводы и прочие там, значит, отрасли, которые необходимы. А вот остальных людей, они готовы подписать к уничтожению. И вот в этом заключается вот этот ужас. То же самое страны, которые присоединились к этой коалиции. Ирану тоже не нужно такое большое население. Они тоже страна, которая старается как бы мыслить рационально. В Иране высокий уровень образования и особенно точных наук, математика, физика. То есть там нельзя сказать, что это не образованные. Они очень образованные. Иранцы хорошо играют в шахматы и побеждают на многих олимпиадах по математике. Во всяком случае входят, борются за призовые места. Поэтому это нация образованная. И тем не менее рациональный путь – это путь Вавилона. А духовный путь – это путь Иерусалима. И вот сейчас происходит вот этот водораздел по всем странам и континентам. Скажите, пожалуйста, вот Израиль расстрелял, я в свете духовности и борьбы двух антагонистических групп, которые сложились сегодня на мировой арене или на шахматной доске. Одни белыми, другие черными играют. Скажите, пожалуйста, вот расстреляли больницу. Кто расстрелял? Что это такое было, когда расстреляли больницу? Вчера, да, это, кажется, вчера было. И погибло... Да, да, это очень было, да. Погибло очень много людей. С чем это связано? Как бы вы это объяснили? Да, ну, во-первых, мы это тоже говорили, что будет жертвоприношение. Мы же вот это как раз-таки тоже вчера обсуждали, что будет некая фаза, некий момент, вот которого вот буквально как жертвоприношение с массовой гибелью населения. И мы даже вот все время говорили об этом числе 666. И те, кто служат, значит, вот этой темной стороне, демонической иерархии, они на это ориентированы, и они сейчас будут это делать постоянно. Значит, сказать точно, вот я просмотрел лично более 40 или около 40, но уж больше 30, это точно, различных информационных, ну, можно назвать это как бы материалов, да, с той и с другой стороны, потому что у меня есть возможность читать на иврите. И я, естественно, смотрю все, то, что публикует израильская армия и израильские СМИ, а они тогда дают информацию не только ту, что дает израильская армия, вот, то есть израильские СМИ в этом плане действительно свободные. И в то же время я посмотрел все материалы, которые показывали и русскоязычные, и центральные, арабские СМИ, ну, в качестве, в основном это турецкие, катарские, джазиры, и Турция то, что показывает. Поэтому у меня как бы была вот картинка из четырех сторон, да, вот пирамида, и я посмотрел на вот эту ситуацию, проанализировал ее с четырех фокусов, с четырех ракурсов. Я могу сказать, что однозначно, я думаю, что правильный ответ здесь, это будет правильно, да, то есть это будет истинный ответ, настоящий ответ, что виноваты, конечно, и те, и другие. Израиль вел интенсивные бомбометания, да, то есть Израиль, кстати, не стреляет ракетами. Российские СМИ, например, такую галиматию там иногда пишут, что просто смешно, что типа они сказали, на осколках не было израильских ракет, и это понятно, потому что израильтяне бомбили американскими бомбами. Это полный бред, измышлизмы, да, каких-то там недожурналистов, недоэкспертов этих всех военных, которые мозги свои пропили. Значит, Израиль не использует ракеты для атак по газе. Сейчас либо используют очень маленькие на вертолетах, которые стоят ракеты, но они, естественно, не могут причинить такого масштаба разрушения, они там максимум одну квартиру могут уничтожить. А они применяют авиационные бомбы, тяжелые, от 500 до тонны, от 500 килограмм до тонны. И есть подозрение, что была использована американская бомба серии МК-84, это тяжелая авиационная бомба, которая могла нанести вполне такой удар. Но единственное, что, когда сегодня утром уже показали все фотографии, видео в свете дня, там нет воронки. Там просто есть попадание, значит, в большую открытую парковку рядом с больницей. И, видимо, что-то сдетонировало еще то, что находилось рядом. Потому что, естественно, и Хамас, и джихад, они имеют большие арсеналы ракет, большие арсеналы взрывчатых веществ. И поэтому здесь можно, и кроме того, было вот это видео, которое тоже публиковали сами турки, что ракета, которую выпускают из газа, то есть пучок ракет, и одна из ракет падает туда, а не туда, но как бы видно, что часть ракет, они не долетают до территории Израиля, они падают в самой газе. Поэтому, конечно, тут, скорее всего, это синергия. То есть сложилось обстоятельство, и погибло вот такое большое количество людей, и еще следует обратить такое внимание. – это баптистская церковь. Она не мусуль... Ой, то есть больница баптистская, ну, там и церковь при ней, кстати, тоже была. Это баптистская, значит, больница в Газе. И основные пациенты, которые там были, это христиане-баптисты. И поэтому можно сказать, что это был совместный удар тех, кто вместе с Хамасом и планировал вот эту всю операцию. И пострадали не мусульмане, которые вот Хамас и джихад, а пострадали вообще третья сторона, это вот эти вот христиане-баптисты. Ну, возможно, среди пострадавших также были, естественно, и мусульмане, там дети, которые получали медицинскую помощь в рамках этой больницы. Но это тоже очень важный момент, что это была не обычная больница в Газе, а это была выбрана именно христианская больница. Это же тоже нюансы очень существенны, что вот такой мощный взрыв, поэтому я думаю, что это была опять-таки срежиссированная, целенаправленная провокация. Вот точно так же, как и вся эта операция Хамаса, она была кем-то подыграна. Можно уже сегодня не сомневаться. Вот каждый день по израильскому телевидению показывают интервью с родителями погибших и с родителями, вот в том числе и полицейских, и солдат, которые первыми вступили в бой. И абсолютно все, абсолютно все подтверждают, как такое могло случиться, что на протяжении трех часов, четырех часов вел в одиночку там какой-то полицейский бой и не было никакой помощи со стороны израильской армии. Такого быть не может, потому что вся от Тель-Авила до Газа это всего 80 километров. Ты на машине такое расстояние можешь проехать за 40 минут по израильскими дорогами. Тем более в субботу утром, когда дороги все пустые, пробок же ничего нет. Ну, допустим, там взяло час, полтора часа, ну, не три с половиной, четыре часа. Это такого быть не может, чтобы ни с одной армейской базы, которая находилась там в 30 километрах, в 20 километрах, не могла приехать какая-то помощь. Ведь я же сам служил на десяти военных израильских базах в свое время, я побывал, в том числе и возле Газа. Мне же не надо эти сказки рассказывать. Я же знаю, какова реальная там ситуация, что в любой такой аварийный момент всегда есть китак, кун и нут, всегда есть группа быстрого реагирования, которая может там 8 человек с полной амуницией собраться и на машине за полчаса доехать. Не было этого, значит, это было кем-то спланировано и срежиссировано, чтобы именно так произошло. И то же самое удар по больнице. Больница – это очень большая цель. Это гигантский социальный объект, больница. И израильская армия имеет подробные карты всей территории Газа каждого квартала. Ну что, они не знали, что там находится больница, зачем вели интенсивный обстрел рядом с ней. То же самое и джихад, который возле нее там прякался, крутился, имел склады, неважно что. То есть там шла какая-то вот такая вот тусовка, которая вот этот удар фактически навела, спровоцировала и максимизировала количество жертв. Поэтому я возлагаю ответственность в этом случае на все стороны и, может быть, даже какая-то третья сторона, которая была заинтересована именно в таком страшном результате, чтобы ужесточить, так скажем, сердца воюющих сторон, чтобы они не останавливались. Потому что их задача – это разжечь костер, как мы это тоже говорили, план Армагеддон. План Армагеддон – это тотальная война всех на всех. Он не подразумевает никакой жалости. И те, кто его разворачивают, они действуют, естественно, вот в этой конве, это надо понимать. Получается так. Наутро у нас встреча в Пекине и встреча в Тель-Авиве. В Иерусалиме. В Иерусалиме встречи, да, наутро. А ночью бомбят больницу. То есть не пахнет ли это большим жертвоприношением? Да, это то, что я сказал. Это типично, это похоже на человеческое массовое жертвоприношение. Это именно так. И мы же знаем, что, например, жертвоприношение опять-таки из вот этих вот черных демонических всяких культов очень важно приносить в жертву невинных и детей. И именно больница, она являлась центром невинных и детей. Это как бы, ну, один плюс один. Это складывается картинка. Те, кто принимал решение, они знали, что они делают. Абсолютно цель их понятна. Это просто, ну, одно на одно накладывается. Во-первых, еще раз говорю, израильская армия обладает и спутниковой информацией, и электрооптической, и беспилотниками, и вертолеты, и самолеты, и на всех стоят камеры электрооптические. А газа просматривается до отдельного, ну, даже не издания, а до отдельной квартиры. То есть вплоть до того, что можно точно увидеть с помощью приборов инфракрасных и тепловых, сколько людей примерно находятся на каждом этаже. Вот на таком уровне находятся технологии военные, которые сегодня стоят на израильских вертолетах и самолетах. Поэтому не видеть, что в больнице было такое количество людей, и наносить в ее районе какие-то бомбовые удары, это было за гранью безответственности и халатности. Да, вот есть халатность, безответственность, но это за гранью, потому что это полный контроль над этим был. Израильская авиация может класть в бомбу, даже тяжелые бомбы, в квадрат 12 на 12 метров, то есть максимальное отклонение от цели 6 метров. Ну, больница, она сотни тысяч квадратных метров, то есть ты мог какой-то угол задеть, да, да, там какое-то боковое здание или стену по периметру, но чтобы вот так вот это все разнесло и столько было погибших, случайно это не могло произойти. И то же самое, джихад, который стрелял, и возможно, еще раз говорю, возможно, под больницей был устроен схрон, где, например, хранилась какая-то взрывчатка или какой-то склад ракет. И, естественно, все это дело сдетонировало. Но, опять-таки, даже в этом случае генерал, который командовал, он должен был это брать в расчет, потому что, ну, нельзя наносить, даже если ты знаешь, что там под землей хранится арсенал, и хранятся какие-то ракеты, а наверху находятся 300, 500, 600 тысяч людей, ты не можешь по этому месту наносить вообще удары рядом с ним, потому что, ну, будет непропорциональное количество жертв. А это мы видим то, что произошло. То есть мы видим, что вот эти левые генералы в израильской армии, те, которые проворонили, якобы проворонили, да, вот эту атаку Хамаса, они продолжают, они же и управляют вот этой операцией в газах. Они же управляют. Да, 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 да. Тех, которые левые генералы, они и управляют. Да, вот это очень странно, конечно, и я думаю, что израильтянам это обидно после всех тех жертв, которые были в результате такой неожиданной атаки. И я думаю, что обидно родителям, особенно за своих детей, которые там были, которые погибли. Вот еще такой факт, меня интересует, не знаю, знаете ли вы, сегодня израильское правительство объявило, что если кто-то в Турции находится, чтобы все срочно покинули Турцию. С чем это связано? Почему Турция? Да, это объявили опять-таки вчера вечером, поздно, около 12 ночи. И даже я могу сказать, что я в этом сыграл определенную тоже действу, поскольку я говорил, что я занимаюсь переводами в интересах определенных тоже структур. И я буквально два дня назад направил в израильский МИ мейл, красный, называется Мевракадом, красный мейл, насчет конкретного места, я не буду сейчас его называть, естественно, в целях безопасности, но это имеет к турецкой территории. И, соответственно, да, Израиль вчера объявил, что израильтяне должны срочно покинуть Турцию, потому что Турция будет сейчас играть ключевую роль, и я думаю, в решении вот этого кризиса, и то, что будет потом. Дело в том, что у Турции есть очень мощный козырь против Израиля, который она пока не применяла. И этот козырь заключается в одной простой и юридически обоснованной вещи. Турция может инициировать у себя на своей территории трибуналы военные против израильских генералов и политиков в отношении военных преступлений, потому что гибель, массовая гибель гражданского населения, это все равно классифицируется как военное преступление. И почему именно Турция? Допустим, это может сделать Египет или тот же Катар, но Египет и Катар, они находятся в стороне, они для Израиля большой роли и большого веса никакого не играют. Но Турция, да, играет. Почему? Потому что все полеты из Израиля в Европу осуществляются над Турцией, а еще чаще турецкими авиалиниями, потому что израильтяне очень активно пользуются турецкими авиалиниями. Соответственно, вот этих генералов, которые сегодня командуют вот этой операции военные. И политиков, которые принимают вот эти решения, турецкий суд может арестовывать, ну, когда они будут либо на пересадке в аэропорту, да, либо там даже приземлить самолет и как бы снять их с рейса, такое тоже возможно. Ну, юридически такое возможно, есть на это как бы права. И Турция может это сделать, потому что она региональная держава. И как бы никто не сможет противостоять этому решению. Вот именно поэтому, чтобы снизить вот эти трения возможно, Израиль сказал, предупредил, открыто заявил, что все израильтяне должны срочно покинуть турецкую территорию. Потому что, ну, опять-таки, треть израильтяна служили варами, очень многие офицеры. И поэтому, возможно, здесь всякие юридические, я мягко выражаюсь, да, я выражаюсь мягко, тут, возможно, всякие юридические проблемы. И это больше, конечно, есть элемент террористической угрозы, но главный элемент, это как раз-таки он здесь юридический, который касается той опции, которая есть у Турции, начать расследование военных преступлений в отношении жителей Газа. Понятно. Спасибо, Ариэль. Время наше закончилось. Спасибо. И до следующего раза, если вы нам захотите что-то в ближайшие дни рассказать. Спасибо вам большое. Шалом из Иерусалима. До свидания. До свидания.